Приветствую, дорогие друзья! С вами Валентин Соин. Итак, частый вопрос, который мне задают, какие есть способы, чтобы обрести так называемое духовное просветление. И я выявил формулу, которую использую в своей методике обучения людей, которая приносит достаточно большие и серьезные результаты. Она состоит из четырех пунктов, четырех ключей. Первый ключ это снятие блоков, снятие блоков и ограничений. Что такое блоки? Вот представьте себе, что у нас есть энергия, она течет по нашему телу, она вокруг нас, но также она проходит через наши чакры или энергетические центры. И каждый энергетический центр, их у нас девять основных, в дисбалансе приносит те или иные блоки. То есть, допустим, чакра исток первая, это наши страхи. Чакра зарод, это наши чувства вины по отношению к себе, по отношению к кому-то другому, родным, близким. Чакра живот, это у нас ограничение, касается чувства стыда и так далее. То есть, чем выше мы поднимаемся, тем больше у нас и тяжелее стоят блоки. И каждый раз, когда мы с вами занимаемся духовными практиками, потому что миссия каждого человека на этой земле, это получить духовное просветление, заниматься духовностью. Мы натыкаемся на эти самые блоки. Эти блоки не дают проходить энергии. То есть, Творец или Род, Единый Бог или Создатель, он дает нам столько энергии, сколько нам нужно. Безграничное количество, эта энергия чистая, она к нам поступает. И когда она проходит через наши энергетические центры, она натыкается на так называемые блоки. Блоки, вот представьте себе, что есть труба, через которую течет чистая вода, но труба может быть засорена. Так вот, эти самые блоки как раз-таки перерабатывают эту энергию либо в баланс, либо в дисбаланс. Если, допустим, баланс, то чакра и сток, это у нас жизненная энергия, это у нас стабильность, когда мы твердо стоим на этой земле. Чакра за рот, это у нас энергия привлекательности, это в балансе. А в дисбалансе это чувство вины, это пагубные привычки. Поэтому задача каждого человека это работать с этими блоками, развязывать эти узлы, потому что многие блоки, их большинство, они у нас идут из прошлой жизни. И когда мы попадаем в эту жизнь, мы попадаем в ту семью, в те обстоятельства. Вот многие начинают винить, там, я не знаю, Бога винят, винят окружающий мир, винят судьбу за то, что они попали там в ту или иную семью, которая им не нравится, в ту или иную школу, обстоятельства, на ту работу, которая им приносит несчастье. На самом деле это все из прошлой жизни. То, что мы не доработали. И поэтому, когда у нас есть страхи, когда у нас есть обиды, когда у нас есть нелюбовь к себе, недоверие к людям и многие-многие другие блоки, которые стоят, их нужно решать. Каким образом решать, я рассказываю на своем курсе, когда работаю с людьми, потому что это достаточно серьезный процесс, который физически влияет на людей. Это первый способ. Второй способ, как обрести духовное просветление, это работать с дыхательными практиками. Что такое дыхательные практики? Умение правильно дышать. Умение правильно дышать, это основа основ. Потому что, когда мы рождаемся, мы делаем первый вдох. Когда мы умираем, мы делаем выдох. Дыхание, это умение работать с энергией. Когда мы вдыхаем, мы чувствуем, это повышает уровень нашей осознанности. Когда мы вдыхаем, мы чувствуем воздух, который заполняет наши легкие. Воздух – это энергия. Мы чувствуем, как энергия заполняет нас. Когда мы выдыхаем, мы чувствуем контроль. Мы чувствуем контроль над ситуацией, над нашей жизнью. Мы таким образом стабилизируем, гармонизируем наше состояние. Поэтому основа моей работы с людьми является как раз-таки дыхательной практикой. На каждый энергетический центр есть своя дыхательная практика, которая помогает его активизировать. Третье – это мантры. Это мантры. Мантра – это звук. Звук – это передача энергии, передача информации. Когда мы раскрываем энергоцентры, мы используем мантры. Мы поем, пропиваем звуки. Звук влияет как на энергетическом уровне на нас положительно, повышая наш уровень вибраций, так и на наше здоровье, потому что с помощью звука можно излечиться на клеточном уровне. Поэтому в разных религиозных духовных культурах постоянно всегда используют как раз-таки мантры пения. Это очень хорошо влияет на наше внутреннее состояние. Также звук помогает нам концентрироваться, помогает нам концентрированно воздействовать, работать с энергией. Это та же дыхательная практика, только с использованием звука. Звук – это наше намерение. Мы работаем с усилением нашей энергии, потому что звук пропивается с усилием. И мы учимся работать с энергией, используя наши усилия. Это еще один способ. Ну и четвертый способ – это медитация. Медитация, к сожалению, современные люди, занимаясь духовными практиками, не знают, что такое медитация. И часто ее путают с той же визуализацией. Медитация – это использование того же движения энергии, только без усилия. Мы делаем усилия только нашим намерениям. То есть мы, наоборот, не визуализируем, мы освобождаем свою голову от мыслей. Мы становимся сторонними наблюдателями. Вот запомните эту важную информацию. То есть мы не используем наши мысли. Мы не используем наш ум. Мы используем только наше подсознание. Мы используем все вместе. Мы можем медитировать, используя дыхательную практику, умение дышать. Мы можем медитировать, используя звук, мантру. То есть освобождая, концентрируясь на звуке, освобождая свою голову от лишней информации. От той информации, того потока, который присутствует в этом мире. Который влияет на нас, который не дает нам концентрироваться на своем истинном «я». То есть все накопленное, что у нас есть за эту жизнь, все наши мысли, все наши блоки, все наши страхи, все наши чувства вины и обиды, все информации, что проходит через наш ум, мы во время медитации от нее освобождаемся. И все наши проблемы, они имеют как бы два состояния. Первое состояние, когда мы едем в пробке и мы начинаем нервничать, потому что эта пробка растянулась на 8 часов. Вокруг нас машины, все они гудят и мы не можем из нее вырваться. Это называется пребывать в состоянии ума. Когда мы вырываемся путем медитации, когда мы становимся сторонними наблюдателями и смотрим на наши проблемы, так называемые проблемы со стороны. Понимаем, что на самом деле это все накопленное, это не является частью нас, это все приобретенное. Мы летим над этой пробкой на воздушном шаре. И мы воспринимаем эту пробку уже не с точки зрения ума, а с точки зрения нашего истинного «я», со стороны наблюдателя, со стороны Творца. Потому это тоже очень важный путь к духовному просветлению. Вот мы выявили с вами 4 способа. Используйте их и будете достигать духовного успеха.